Всем привет! Хочу сегодня показать обход нашего хозяйства. Что у нас как? Что у нас за огород? Что у нас за птичники? И что у нас за участок в целом? Поехали, посмотрим. Начнем с картошки, которую мы уже копаем во всем. Вот так сейчас уже ботва выглядит. Обещала вам показать, как делать мини-клубни. Покажу. Вот сейчас как раз она полностью отцвела уже. Выберем с вами хорошую погодку. И сделаем мини-клубни. Так, что хочу сказать по поводу картошки. Вот картошку мы не полим. То есть там есть сорняки, конечно же. Короче, картошку мы копаем с июля, весь июль включительно. И кушаем уже молодую. Ботву ты обрезать? Да, я буду ботву обрезать. А ботву я буду обрезать, ну, наверное, через недельку я ее обрежу. И через три недельки мы уже, наверное, будем копать. Но чтобы без ботвы она две недели постояла. А зачем обрезаем ботву? Ну, во-первых, с ботвы идет фитофтор, который потом проникает в клубни. И заразу это переносится от года в год. Потом без ботвы картошка понимает, что ей не нужно набирать вес и нужно набирать зрелость. Спелеет. У нее становится достаточно хорошая шкурка для того, чтобы она качественно хранилась всю зиму. Так, если мы так будем о каждой культуре рассказывать, то у нас видео будет на 4 часа. Короче, вот такое у нас картофельное поле. В зависимости от того, какие сорта ранее, поздние, ботва соответствующим образом выглядит. Некоторая пожухшая уже такая, она такая. А некоторые вон еще доцветают и веселее всех веселых картошек в мире. Так, вот это малина. Малина у нас дикая. А самое смешное, что сейчас Сашенька, когда вокруг нее косил, он умудрился, значит, малинку эту запороть косилкой. Поднять на место, оглянувшись. Я видела это. Как? Не было такого. Вот этот вот кустик маленький, который я хочу пересаживать. Кто сейчас мне запорол? Я чуть-чуть ее подогнул просто. Ага, чуть-чуть подогнул. И главное, место поставил. Мне вот это очень понравилось. Спасибо, ничего и не будет, все нормально. А что, этот куст правильно что-то оставил, я так понял, да? Задачи. Короче, вот малина, чем она мне нравится? Эта малина практически дикая. То есть сейчас нужно вот убрать половину приростов. Я убрала половину, но нужно еще, видимо. Она зреет по истечении всего лета и еще будет зреть долго до осени. То есть у нее какое-то очень-очень растянутое плодоношение. И по 5-10 ягод я могу здесь найти всегда, понимаете? Вот. Но они не крупные, вот такие. Не сверх спелые, не сверх такие, знаете, сочные, как бывает малина из питомников. А что это ты делаешь? Грызун ты, мой любимый. Что, доедаешь уже? Угу. А ты потом еще пойдешь за яблоком туда? Да? К яблоне? Сниму все яблочки. Потом еще, пап. Потом еще появятся яблочки. Да? Ты думаешь? Я думаю, что в этом году больше не появится, если ты все-все дерево съешь. Ну, появится. Появится? Ну, ладно, хорошо. Я мало сел. Да? Тогда точно появится. Кушай, кушай, мой зайчик. А она такая сладкая? Угу. Не она, а оно. Яблочко. Угу. На малинку. Малинку? Угу. Она вкусная? Конечно. А светлая? И светлая ничего такая. Темненькую возьми себе. Она не вкусная, а светлая? Очень вкусная. Попробуй-ка, какая вкусная. Вкусная? Светлая. Темная вкусная была? Да. О-о-о-о, какой большой ротик-то мой. Все, молодчинка. Вот так вот понемножку малина получается есть постоянно. Вот. И она очень радует меня. Но она разрастается безобразнейшим образом. Ежевика, от нее мы не видели ни одной ягоды. Я не знаю, в чем проблема. Вся цветет, прост безобразие. Приросты гигантские, все вот обрезано уже. Ну, хотя бы под метр, под полтора длиной. Вот. И ни одной ягоды уже который год. Сейчас малинки сама себя наберет и съест. Самостоятельный ребенок. Да? Вот картошка для наших кур. Прекрасная зеленая еще абсолютно ботва. И еще цветут некоторые ветки. Вот Сашечка там еще косит. Это, сами знаете, наши забои, стойка для забоя. Я вам снимаю это с крыльца нашего курятника. И вот тоже картофельное поле. Вот здесь у нас расположена картошка. И посередине небольшие вот эти вот заросли. Кукуруза, которая в этом году совершенно никакая. Что очень удивительно. Без кукурузы мы давно не оставались, так скажем. В этом году, наверное, будет один из редких раз. Потому что я предполагаю, что этот холод июльский, все, июльский, июльский, все, конечно, угробил. Ну и пошли к нам в огород. Капуста совойская. В перемешку с поздней спелой капустой. И сельдерей рядышком. Поздний лук. Эта морковь уже будет в октябре выкапываться только. Самая поздняя. И будет на хранение. Сельдерей с цветной капустой. Лук-порей. Мы с вами о нем говорили. Я вам показывала, как я его сажала и выращивала рассадой. Ну, пока он еще не очень большой. Но это поздняя спелая культура. Оставляю несколько этих кинзы в цвет уходящий. Для того, чтобы сделать специю сухой кориандр я делаю. Потому что люблю корейскую морковку делать в итоге. Так, укроп. Зонты идут в засолку или на семена. И чеснок здесь яровой, неозимый. Он тоже будет выкапываться поздно. Это все, что у меня есть из ярового чеснока. Я недавно стала его сажать. Посмотрим, что получится. Но должно быть все хорошо. Он выкапывается, убирается тоже в октябре. Ну, короче, как перу ляжет, как следует. Так и свекла. Ну, об этом говорить нечего. Гряда была под луком. Морковь. Съела морковь мою второй ряд уже крыса. Земляная. В общем, я думаю, что это фиаско, братан. Потому что она дожрет и все остальное. Стоят ловушки, но пока эта хитромудрая не попалась. И, видимо, не попадется. Не знаю. Как-то она ходит очень интересно в той части гряды, а там ловушку не поставишь или все раскопать надо. Ну, короче, сложно с этим моментом. Если крыса земляная завелась, значит, вы можете потерять урожай картошки, урожай сельдерея, свеклы, моркови. Все корнеплоды у вас могут уйти к этой крысе в пасть. Лук снова же уже засеян седиратами. Я все вам покажу. Возможно, зимой. Возможно, сейчас. Ну, как время будет, так скажем. То же самое. Лук красный был засеян седиратами. И озимый чеснок был. Озимый чеснок мы с вами смотрели. Показывала я вам в этом летом видео. Чеснок хороший в этом году. А лук у меня ужасный в этом году. Ну, короче, все бывает. Знаете, молодая земляника. Рассажена. Посередине, как уплотнитель, идет поздний лук. Вот здесь он уже начал ложиться. Это семейный лук. Мой щавель. Когда-то, ранее-ранее весной, я вам показывала, что первый урожай щавеля собираю. Вот это уже непонятно, какого количества числа срезка была. На зиму мы тоже уже сделали. Но я думаю, что еще пару раз срежем. Огурцы. Обычно я сажаю 10 штук максимум. И мне хватает за глаза и ведрами, и все на свете. Но с нашим июлем у нас получаются не огурцы, а сплошная эпидерсия. Огурцы я сажаю длинные, которые делаем для засолки. По-быстрому называется, наверное, да, это малосоленые огурцы. Длинные, салатные. Китайский фермер, разумрудный поток. Всегда это делаю. Вот. Огурцы вот эти маленькие идут для засолки. Несколько их тоже было посажено. Но снова, хотя они и завязываются, но ничего не растет. Потому что ночью 7 градусов. Укрывать я их, соответственно, не укрываю никогда. Так что есть шанс в этом году остаться без салатиков и соленых огурчиков. К сожалению, такое тоже бывает. Нора. Нора, походу, от земляной крысы. Потому что поверхностная и без всяких выносных ям. И она, походу, прицелилась в нашу картошку. Если она туда проникнет, будет очень печально. Она, знаете как, закусывает просто половину клубни и все. И уже потом эти клубни есть не рекомендуется, потому что они на своей слюне разносчики разных заболеваний. Ой, короче. Вот вам природа, понимаете. Если вырастешь, крыса съела, не вырастешь, дожди пошли, ничего не выросло. Короче, лотерея сплошная. Так, выдрав лук весь, я поняла, что, в общем, весь лук мой висел. Корни практически у всех были на уровне выживаемости. Так-то два корня в земле, остальные все в воздухе. Потому что здесь кротовых нор было просто полнёхонько. И поставили ловушки, и вот вам аж две штуки. Два крота вот из этих вот, видимо, нор. Саша, а ты здесь их поймал? Да. Вот под ведром? Да. Под ведром, где ставил, где нору разрыли? Там двух сторон. И в двух сторон попался оба крота? Попадал с одной стороны. Два раза просто. А-а-а, классно. Ну ты их как кот, знаешь, как кот приносит мышей домой к двери. Так и ты кротов-то оставляешь. Я говорю, может быть, это самое, а знаете, на шапку насобираем за осень. На шапку? Да, да тут на шубу, мне кажется, их уже насобираешь, судя по тому, сколько их. А слушай, надо их, может, их закопать там же. Будут устрашения другим кротам. Так, ну всё. Вот такие вот у нас успехи. Нашего безуспешного мероприятия. Так, ладно, кабачки. Ну это понятно всё, тоже совойское. Так как здесь была целина. Вот здесь этих трёх гряд не было ещё. В прошлом году был первый раз посажено. То я среднюю гряду. И вот эту тоже делала под укрывным материалом. То есть я расстелила чёрный укрывной. Положила условные какие-то ограничения грядок. И отдельно-отдельно меш. И в отверстие прорезала и посадила то, что мне надо в прошлом году. В этом году, в общем, с вот этого куска я убрала укрывной, потому что он пришёл в совершенно негодность. Здесь оставила. И вот здесь посадила кабачки. Удобно на укрывном сажать кабачки, потому что они быстренько всё закрывают. И, в общем, ничего не растёт. То, что не надо. И земля сохнет меньше. Ну, сами понимаете, это та же самая мульча, только без постоянного её пополнения. Без необходимости этого делать. Вот. Поэтому, в общем, вот савойская кабачки. Кабачки кустовые сажают, потому что мне не нравится, когда они очень сильно разрастаются. Вот, видите, лежат. Кстати, надо их собрать, потому что как только они превращаются в слишком большой кабачок, то он идёт исключительно куром. А вот здесь, кстати, хвост, видите, от тыквы. Там тыква посажена. Что-то в этом году тыквы... Ну, как всё под... Вот, видите, берёза где? Вот она прямо здесь. Поэтому здесь, ну, ничего не растёт, а всё, что растёт, отклоняется в сторону от берёзы. Просто удивительно. Вот как наше яблони, видите? И всё так. Кусты, огурцы даже, вот где у берёзы ближе, они не растут вообще и дальше на... Выше-выше-выше становятся, понимаете? Ну, всё так. Поэтому огород мы разбили в неправильном месте. Это три редбор-капусты. Поздние спелые, кочаны. Треугольные, пирамидовидные. Или как это называется? Вот. Ну, короче, такие красивые, очень безумные. Они как розы внутри. Я вам большую потом покажу, когда мы к томатам подойдём. Картошка из рассады моя. Цветная капуста, молодая, постарше. Брокколи, карраби. Я, короче, всё на свете сажаю. Поэтому, вот видите, вот такая происходит получается. Её чуть больше кулака я уже вырываю, потому что иначе становится жёсткая кочерыжка эта. В междуряде цветочки, там всякие лепесточки. У меня ребёнок очень любит. Тогда она мне предъявила, что мамочка у бабушки очень красивая, а у тебя нет. Я решила, что цветы это тоже моё, оказывается. Понимаете? Ну, какие цветы? Сами видите. Ноготки да бархатцы – это не цветы. Вот. Но, короче, на что время хватает? Вот. Поэтому получается такой достаточно приятный кусочек. Мои хосты новоиспечённые в спиле. Здесь, конечно, требуется ещё рука. И цветы я посадила те, которые нам дала бабушка Алёнина, не особо разбираясь. И видите, получили, что они очень высокие. Но я думаю, что этот куст отсюда переедет впоследствии, я предполагаю. И здесь останется всё хостами, зараще хостами будет. Наша яблоня, сломалась макушка. Это маленькая мельба на карликовом подвое. И вот она такая должна быть вообще, и никакой больше. То есть это, ну, её максимальный размер должен быть, по идее, такой. Но при росте у неё всё равно фигачит. Вверх не видно её, да, ничего? Вот так снимем. Вот. Хорошенькое деревце, в общем-то. Яблочки красивые достаточно. Под ними я посадила хосты и сделала вот такую каменную обкладку. И это астры. Тоже дала бабушка, сказала, посади хотя бы астры. Сказала, хорошо. И мой можжевельник, которому 18 тысяч лет, вот. И он вот такого размера, и он не растёт, и не умирает, и ничего с ней не происходит. И красиво он голубого цвета, он мне очень устраивает. На коне ручки он растёт 5 сантиметров в год, вот так, примерно. Так, пошли дальше. Что мы видим с вами? Мы с вами видим теплицу. Так, это я траву сушу немножко, куром-куром. Здесь нет солнца. И вот на ящиках лежит и так, и сяк. Сегодня после... Грех было хорошую траву, после вот крапивной вот эту вот... Крапивной размолни посушить. Надо, надо. Мои грядки с клубникой даже не хочу показывать, потому что они не ухожены. Я не успеваю, но вот буду в ближайшие дни это исправлять. Это ремонтантный гряда, та обычный грядка. Моя говнопостройка для петухов. Это Сашина мечта её снести, моя мечта её оставить. Назло врагам. Да нет, конечно, конечно, она будет убираться, но просто птицу пока, двух этих петушков, мне кажется, что им здесь свободнее, чем если я их закрою в клетке. Любопыточки, вот они, как всегда, мои любимые, вот. Смотрите, какая красота, да? Дедушкино петушиное пёрышко. Винограды молодые, кусты, но про винограды можно только с Сашей разговаривать. Вот мои любимки. Все эти огороды, конечно же, ради них. Вот, я всё-таки не человек, видимо, искусства, то есть цветы меня не так радуют, как меня радуют плоды, так скажем. Вот. А, ну да, теплицу не показала. Ну, не знаю даже, вам интересно вообще теплицу. Кто тут кабачок кушает? Кто тут такой расфуфыренный? Ой, все ходят кругами. Ты, мамочки-то, родные. Ну всё. Привет, синячки. А вам тоже кабачок дали? Что-то вы не особо едите. Я им сегодня травы давала много. Он у них до сих пор ещё в тазу. Кушайте, мои девчонки. Привет, пацанва. По поводу сада. Сад начнём с абрикоса. Вот это вот абрикос мною привитый. Был посажен абрикос привитый в питомнике. И прививка отвалилась. На третий год отмёрзла она. Вот. И мною привит был на подвой питомника абрикос от другого нашего куста. Формировка кустом. Это долгая история. Только такая формировка возможна у нас в регионе. Потому что это всё-таки север, а не юг. И поэтому из абрикосов мы делаем и такие кусты. И снега много, высоко. И как минимум большая часть куста выживает. Даже если отмерзает что-то ещё. Так, это тоже абрикос. Это питомниковский абрикос, который удачно приростится. И всё нормально у него. А вот это как раз подвой питомниковский. Который, та же самая история повторилась. То есть сам абрикос отмёрз на второй где-то год. А вот подвой его остался. Повторю с ним процедуру прививки в следующем году. Голубика. Вот скажите, ты голубик и я не знаю сколько уже лет. Это совсем умирающий куст. И что я такое не делала. И мы сывороткой поливала, и кислоту добавляла. И специальный грунт здесь в определённой ёмкости. И корень расщепляла уже, чтобы он не имел форму горшка. И что только я не делала. Голубика это вот в таком состоянии. Вроде как дожди и всё. И у неё... Короче, это просто. Вот этот кустик прошлогодний. И он гораздо лучше себя ведёт. Моя девочка уже съела, схомячила отсюда все ягодки. В этом году у неё была плодоносящая ветка. Вот. Прирост всё равно небольшой. Ну, на мой взгляд. Я хотела бы, конечно, чтобы голубика у нас была. Потому что и красные листья собираю для чая голубики. Осенние обязательно. И ягоды сами по себе потрясающие. Ничем ни на что не похожи. У нас нет лесов с черникой. Это не Тверская область. Поэтому, в общем, голубика это прямо вот да-да. Но нет пока. Так, абрик... Виноград. Снова же Сашин виноград. И ещё два кусочка картошки. Вот здесь. Здесь по три межи. Смотрите, она совсем сошлась. Вот. Тоже её не полю. В неё не залезаю вообще. Ничего не делаю. После окущивания она растёт сама собой. Вот цветочки, как только все исчезнут. Посмотрю, что лист будет чуть подвидать. И уже буду отрезать его. Но вот это, наверное, позже. Не через неделю. Неделю через две-три. Но я буду смотреть по листу. Ну, дубака и дождь, он, конечно же, ускорит процесс ухудшения качества вот этой листвы. Но пока это будет так. И здесь, в этом вот проёме... Почему у нас такой забор странный, да? Двойной как бы. Мы эти три метра докупили. В общем, в сторону пруда. Соседей у нас нет. Пруд. Берёзовая роща. С той стороны у нас церковь и памятник. Яблоко папа нехороший. Что папа нехороший сделал? Да, он... Господи, моя яблоко, она такая сладкая была. Рекламная пауза. Возвращаемся в сторону теплицы. Теплицу про эту тоже есть видео. Саша говорил, как он её поднимал на подиум. Она сделана из стандартной теплицы, которая поднята на метр на землёй. Что очень удобно. Томаты я сажаю высокорослые. И сейчас вот начало августа. Вот такой высоты они уже. То есть, грубо говоря, они бы уже давно уперлись в крышу. Не буду сейчас о томатах. Просто мельком. Просто... Вот, кстати, начала эмульчировать землю сейчас. Так скажем, две гряды по 50 сантиметров примерно. И там с торца тоже гряда. То есть оно буквой Т, замкнутая. Кирпич здесь на дорожках. Вкратце он и является её аккумуляторами тепла. Вот. Ну, короче, всё очень здорово в этой теплице. Я её очень люблю. Берегу, храню. Ну и так далее. Вот так. Поэтому про томаты смотрите видео зимой. Не пропускайте. Так. Винограды, винограды, винограды. Винограды просто есть. Очень красивые. Вот я с северной стороны к ним зашла. Ну что, полезем через забор. Сашка увидит, прибьёт. Скажет, опять ты мою леску тут задеваешь. Но я не могу вам не показать сейчас. То есть, если мы говорим о нашем огороде, саде и участке, то это один из ярких моментов таких. Это виноград. Я, значит, занималась виноградом три года. Я покупала саженцы. Старалась разную формировку делать. Старалась... Вот этот листик можно убрать? Нет, наверное, нельзя, да? Сделаем вот так. Разную формировку делать. Старалась изучать сорта, которые в нашем регионе возможны, невозможны. И делала это, складывая, как всегда, всё в большую тетрадь гигантскую. Ну, может быть, покажу вам. Вот. И, в общем, за три года я не получила должного результата. Снова же много всяких факторов, но и условий было не выполнено верно. И по этой причине Саша Психанов сказал, я буду заниматься виноградом, в общем. Я сказала, ну, давай, давай, хихикнула. И вот он уже пять лет тут. У нас с ним такие, знаете, молчаливые соревнования. То есть, я покупаю, ну, какую-то определенную там сумму новой сорта томатов. Он покупает на подобную сумму новые сорта черенков винограда. Первый год он просто изучал его. Потом уже начинал покупать какие-то черенки. Уже зная о том, какие стоят внимания, а какие не стоят внимания сорта в нашем регионе. И снова же виноград это культура места конкретного. То есть, у меня растет, у соседа может не расти тот же самый сорт. Поэтому все очень индивидуальные условия. И вот он выбирает до сих пор, какие сорта ему нужны. А нужны ему сорта только, которые будут достаточно простые в игротехнике, чтобы за ними не бегать с бубнами. Которые будут у нас вызревать, которые будут не болеть и хорошо зимовать в наших условиях, которые мы можем предоставить этому винограду. При этом формировку тоже куста он разную пробовал и выбрал для себя уже конкретно под наши условия непосредственно. Северное виноградство это реально наука. Я бы даже сказала, что это искусство, а не наука. Вот такой виноградник. Шпалер много. Здесь еще ряд. В ту сторону уходящий тоже. Весь бывший забор засажен виноградами. И, соответственно, еще в нескольких десятках мест. То есть, коллекция виноградов у нас довольно-таки обширная. Ну, не могу сказать, что я этому там не рада, потому что любое подобное увлечение людей, я считаю, надо приветствовать. Это не в танки играть перед компьютером. Здесь нужно упорство, трудолюбие и мозги. Ну, следующие деревья это у нас черешня. Опять не в себя тут прирост отдала. Я сегодня обрезала. Буду из листьев черешни делать чай. Очень вкусно получается. Не знаю, может быть, сниму для вас, потому что это нечастое мероприятие. В общем, подобным образом, как и из ван-чая. То есть, там небольшие есть отличия. Моя актинидия красавица. Девочка и мальчик. Ягодки начинают потихонечку вызревать. Сегодня уже несколько ягодок сняли. Моя бусечка уже их схомячила. Вот. Видите, какой он красивый? Это куст с красной листвой. Девочка так не окрашивается ярко. Но у нее есть, безусловно, свои плюсы, как вы понимаете. Это ее урожайность. Она очень урожайная. Очень молодец. Молодчинка очень красивая. Если у вас есть актинидия, и она не плодоносит, то у вас нет мальчика. Зачастую в питомниках, к сожалению, нас могут обмануть, продать мальчика. А это девочка, не обращая на это внимания особо. Вы будете ждать урожая, и у вас ничегошники не выйдет. Потому что нужна обязательно, обязательно разнополая группа. Сейчас, говорят, вывели актинидию, которая имеет один пол, но я о ней ничего не знаю. Поэтому, может быть, вам повезет, и вот именно такая актинидия вам попадется, и все будет хорошо. Ягодки я вам покажу, вот видите, в сравнении с моей рукой, небольшие. Но они реально между ананасом и клубникой, когда они спелые. Очень вкусные. Они, когда спелые, станутся мягкими, и они осыпаются. Я внизу ставлю ящики, и все. И потом только собираю, с ящиков всыпаю ягоды и все. Я не морочусь, я с нее вот так вот руками ничего не ощипываю, потому что ягода, которая еще не упала, она недостаточно вкусна. Черешня. Черешню в этом году атаковали конкретно муравьи, эти муравьи и, соответственно, тля. Но при этом ей не помешало это дать. Вот такущий прирост. Снова же макушку надо обрезать, потому что это потом невозможно будет не укрыть, ничего с этим сделать. Черешню я тоже пытаюсь вширь, больше дать ей рост вширь, чем в высоту. Но здесь ветки буду обрезать нижние, потому что они мешают косить, мешают проветриванию. И муравьи как раз нельзя сделать ловушку на стволе, потому что муравьи просто забираются по этим веткам. И тут уже ничего не сделаешь, кроме как опрыскивание. Снова же очень высоко не достаешь. Ну, короче, это не дело. Вот эта черешня тоже вопросительный знак по поводу нее. Она в этом году даже несколько ягод дала, и каждый раз у нее в середине июля вот такая листва. Она виснет вниз, она очень долго так стоит, не осыпается до поздней осени, но вся ее листва вот так вот вниз пожухшая повисла. Такое ощущение, что у этого куста недостаточно влаги или витамин каких-то. Но у него очень, очень питательный грунт. Мы по юности лет сажали черешню, к сожалению, этого не надо было, наверное, делать, в очень хороший специально сделанный для нее грунт. То есть там перегной и все что угодно, короче. То есть нехватки питательных веществ я даже думать не могу. Может быть, переизбыток их. И воды в этом году, ну, весь ее льет. Соответственно, она под открытым небом. Все деревья, как деревья, лист темный, густой. А это вот такой вот, уже который год тут так себя ведет странно. Ну, это вам схема знакома. Сашечкин новый загон. Загон лендюков, Сашечкина новая постройка. Очередная. Ну, одна из черти скольких. Груши. Вот груши, это отдельная песня. У нас вообще, ну, давайте будем считать, три груши. Было четыре. Они посажены квадратом. Один, два, три, четыре. Как бы вам так показать-то бы? Оп! Вот это первая груша, предположим. Ее я оформировала в форме чаши и убирала центральный проводник. После чего Александр Сергеевич у меня возмутился, что у него нет центрального проводника и заставил меня так или иначе его вывести. Я его вывела. И поэтому эта груша вот такая небольшая, немножко раскоряка. Но хочу заметить, что эта груша начала плодоносить. Первая из всех груш, посаженных одновременно. И она самая, что ни на есть, вот, мне кажется, по урожаю, превосходящая другие. Эту грушу мне не дали, так скажем, искалечить. Поэтому она, как крипарыс, высоченная и бестолковая. И ни одного цветка на ней не было. И вообще, груша ли это уже вопрос? Или это тополь? Я не знаю, короче. Но пока мы его терпим. И он очень сильно подзарос. В этом году очень много он почему-то дал этого прироста молодого. Не знаю, как будем ее обрезать. Но как-то, видимо, будем. Вот такой вот кипарисище у нас. С этой груши груш мы еще не видели. Груша называется видная. И, как мы шутим, не видная. Груш не видно. Так, вот эту грушу я тоже формировала. Я растаскивала у нее ветки. Делала из нее тоже чашу. Но не совсем чашу, а такую более-менее плоско-шпалерную. Такой вариант. Вариант, вот. Видите? И некоторые ветки вот уже до земли. А? На грушах бирки есть. Я знаю, что на грушах есть бирки. Таскайте, не отвлекайтесь. Так. Что тут за бирка-то у нас? Чижевская. Да. Я маме такую же привозила. Короче, это груша Чижевская. Чижевская. Я, но по фамилии, по-моему, ее автора как раз сделана. Чижевская. Хорошо, пусть будет Чижевская. Грушки такие кругленькие. Она позднеспелая. По ней видно. Достаточно крупные. Еще совсем зеленые. Но я надеюсь, мне же никто не мешает надеяться, что в этом году мы ее попробуем. Это будет первый ее урожай. Она не слишком усыпана. То есть вот та груша, если вы видите, значительно больше урожая на ней. Но я счастлива и от этого. И, в общем, очень она высокая. И, в общем, видимо, ей тут понравилось. Грушка, которую приведет она на рябину. Была такая отличная. Но мы были вынуждены ее пересадить. И все. И она здесь болеет. Чахнет, сохнет. И, короче, что-то с ней не так. Наверное, мы ее должны будем убрать. То есть томаты мои в бочках. Зеленая черри. И черная черри здесь. Пасынки надо отрезать. Ну, так скажем, за ними надо сейчас поухаживать. Будет немножко. Потому что уж очень они сильно дали в рост. Вот. Так, ну, здесь, на самом деле... Ой, не могу не сходить. Пойду. Смотрите, какая прелесть. Вот как-то такое возможно пропустите. Просто чудо, да? Это же удивительно. Так, здесь даже показывать вам не буду. Это наша так мы с Сашей нежно называем. Это говнокучей. Извините, чей слуху-то ранила. Но без вот этого вот всего вот этого в деревнях никто не живет. Имейте в виду. Так что к этому надо быть готовым. Но мне, конечно, не нравится, что место это выделено. Прямо вот, ну, что ни на есть напротив входа. То есть с калитки. Это первое, что люди видят. Ну, с той стороны калитки. Мы сейчас дойдем с вами. И пошла наша техника. И владелец техники тоже пошел. Это у нас кладовка. Кладовая. Тут мы храним зерно. Но я не уверена. Вот. Зернохранилище. Туда нет доступа всяким грызунам и всему остальному. У нас есть портер, грузовичок. У нас есть трактор. У нас есть телега. Хорошо, что она есть, потому что мы ее ни разу не пользовались. Но само осознание очень сильно греет. Качель. Крышу порвали все вдрызг. Но так как мы практически не отдыхаем, она нам и незачем. На мангальчику тут недавно у нас был пикник. Делали шашлык из индейки. Это просто что-то с чем-то. Моя клумба, которая засеяна томатами. Служит крепче. Да, вот так. Я уезжаю. Пока. Вот что детям надо, понимаете. Что ценно в такой жизни. Ребенок 24 часа находится с родителями. Как это называется? Человек, который сидит на навьюченном животном. Погонщик? Алена, ты погонщик у нас? Да. Крупного рогатого скота. Паразит. Паразит, это немножко другое. Ты мой сладкий. Ты про Алену что-то? Да. Какой же Алена тебе паразит? Что ты говоришь, что ты несешь-то? Ничего святого нет. Да. Малышка моя сладкая. Мать, ты какой кислый моська-то. Все подумают, что яблоко-то кислый. А яблоко-то сладкий. О, как перекосило мы, а, омродно. Вот здесь находится наш первый курятник. Алена, изначально куда ехали-то? Сено косить. А вы так и не доехали еще сено косить? Нет, еще не доехали. Зерно вовсе привозят. Аленочка, иди скорее, проконтролируй папу. Если ты его не проконтролируешь, то он сено не скосит. Не сено, вернее, а траву. Травку, да. О, коса. Так. Вперед иди. Папе, калитку откроешь? Вот здесь у нас выход. И эта сторона как раз вдоль забора. Это как раз проходит такая сельская дорога. Открывай, открывай. Калитку открывай. Ты забыл, как калитку открывать, что-то толкай. Выходи. Все, поехали наши за травкой, муравкой. Маленький прицепчик к ниве. Что еще здесь вам показать? Не знаю. Эти бетономешалки. Так как мы все строим сами, поэтому нам эти вещи нужны. Гусь для подъема. Черт и чего. Так. Ну вот так, с этой стороны. Вот понимаете, да? Со входа какая картинка. Нехорошая. Единственная здесь красотень начинается, если посмотреть вот наш курятник. Мне он очень нравится. Он среди двух берез. Мы постарались сделать все для того, чтобы их не рубить. Тут такие чудеса эквилибристики были при монтаже крыши. Просто бомбические. Сашка все делает один. Вы знаете, чем это важно тоже? Вот женщине нужно постоянно чем-то восхищаться в мужчине. То есть, если это не так, то как-то вот глаз замыливается, и отношения становятся другими, и все становится не так, как надо. О, задиры. Ну как вам, малыши карандаши? Ходит, бродит. Да, мы говорили с вами о том, чтобы женщина жила с мужчиной долго и счастливо, чтобы брак был достаточно крепкий. Ей всегда нужно восхищаться чем-то в нем. Понимаете? Нужно обязательно, чтобы тебя чем-то человек поражал, удивлял, вызывал восхищение. Ну и я, конечно же, в силу того, что у Саши есть очень интересные хобби, так скажем, такие как виноград, или такие как, не знаю, назовешь это хобби или нет, как стройка. Это всегда очень восхищает. То есть, проходя каждый раз мимо его куста винограда с урожаем, я вот каждый раз думаю о том, что ну нифига же себе он дает. Каждый раз, проходя мимо того же курятника, смотрите, какая красота. Ну, красивое здание само по себе, все красиво. Эстетика. У него даже с тыльной стороны здания под цвет покрашены эти наличники на углах. Понимаете? То есть, вот она в чем, истина, в мелочах она, да, дьявол в мелочах. То есть, цвета подобраны так, и материалы из того, что он может сделать, он сделает лучший вариант. То есть, у меня нет в этом сомнений никаких. И это всегда очень не может не радовать. Вот смотрите, вроде бы, да, прикручена сетка прозрачная. Вы видите, что прикрутка эта, шурупы, болты, что это, она на одинаковом расстоянии друг от друга. Закрывай так, да. И это во всем так. Закрывай так. Ну и вот, в общем-то, место, где мы сейчас разделываем курицу. Шпарчан стоит на земле. Сейчас у нас нет забоя перосъемка. Для этого нам нужен, конечно же, навес. Это следующая постройка будет в обязательном порядке, чтобы поставить все там так, как полагается. Потому что, я думаю, что грязный ощупь будет в любом случае, наверное, под навесом. Вот. А чистый уже ощупь, конечно, потрошение. Будет уже специальное место отведено в помещение для этого. Вот здесь у нас кусты. Черная смородина. Сосна горная, которой, но не набрать вам лет 8. Вот она в таком виде всегда. Вот. Крыжовник, который я думаю, что я уберу. Крыжовник, который я думаю, что я не уберу. Он разросся огромным, но очень вкусный черный крыжовник. Знаете, как говорят, северный виноград тоже. Еще называют крыжовник. Сейчас вам покажу. Я не собрала еще его. Вот такой. Он не крупный, но очень вкусный. И вот эта ветка, видите, она вся-вся-вся-вся-вся. В общем, надо туда залезать, забираться. Маленький кусочек. Я в прошлом году веточку воткнула, дала корешки. В этом году уже этот куст плодоносил. И вот этот. Тоже собрала уже урожай. Нужно будет его подстричь. И удобрить как следует. Запкидать его подстилкой птичей. И не забываем, что чтобы получить хороший урожай черной смородины, вы должны ее убаловать картофельными очистками. В идеале под мульчу, под кустом. Вот. Если вы видите, у меня пятна такие есть темные, видите, под кустами. Это как раз особенно из-за того, что там всегда практически лежит скошенная трава в большом количестве. То есть я мульчирую круги. Приствольные. Это всегда очень хорошо для деревьев. Вот отсюда, видите, маленькая слива. Видите, посажена первый год. Тоже вокруг замульчирована. И под черешней тоже. Вот эта мульча, в общем, выручает. Ну и, в общем, вот под тентами спрятана наша поленница. Котенька, все нормально? Наша поленница, она просто наглухо имеет форму прямоугольника забитой. Между вот этими вот березами тремя полностью. Ну и сюда. Такая она. Ну, мягко говоря, прямоугольная площадь занимает это все. Вот. И вторая поленница. Вот здесь. В общем, дров на пару лет нам точно хватит. Так как в округе все дрова вырубают, видимо. Такой вот запас мы решили, что нам нужен. Да и мало ли что, да. Нива, на которой мы ездим по деревне. И за какими-то такими вот вещами. За грибами я надеялась, что мы будем ездить. Но у нас некогда в этом году. Хотя грибов, говорят, полным-полно. Да, Сашенька? Да. Может, нам все-таки будет, когда съездить за грибами. Да. Так, ну и, в общем, вот ворота. Большая часть дома это, в общем-то, гараж. Так скажем, это хозблок. Достаточно большой. Эти ворота Саш прорезал сам. Вот. И, соответственно, крышу над ними тоже сам делал. И фермы варил. И все это, в общем, его рук дело. От начала до конца. Вот такой дом. Дом этот, это бывшее здание клуба. Деревенский клуб здесь был. Здесь был магазин. И, как только колхоз, совхоз развалился, в общем-то, это здание перешло в частные руки, у которого мы и купили его. Купили зимой. Покупка была не айс абсолютно. Но об этом у нас есть отдельное видео. В видео знакомства мы вам рассказывали об этом. Видите, у него сделана стяжка металлическими прутами по всему периметру. Если кому-то интересно, пишите в комментариях. Сашка расскажет, может быть, зимой об этом. Потому что эта тема такая тоже очень нужная людям, насколько я знаю. Такое часто бывает, что здание разъезжается по швам. Как это приостановить, как попытаться с этим бороться. Вот, может быть, такая тема для обсуждений. Вот. И еще наш новый курятник. О нем тоже есть отдельное видео. И будет еще сниматься видео подробное зимой, я думаю. Не то, что сниматься. А у нас есть уже заготовки. Нужно сделать хорошее видео для вас. Чтобы вы понимали, как это все происходило. Как это можно повторить. Потому что здание зарекомендовалось очень-очень хорошо. Металлические стены. Это не просто тема. Это просто вообще идеальная вещь для курятника. Но об этом мы подробно будем говорить с вами потом. Вот не показала вам этот кусочек нашего сада с этой стороны. Это пока просто газон. Ахиноцея. Мелиска. Маленький кустик смородинки. Снова же выращенный из палочки. Вот капуста, которую я вам говорил, большая. Видите, она сворачивается в такую красивую розу. И мои открытые томаты. Томаты открытого грунта. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Не переживайте, если что-то не получается. Не бойтесь начинать что-то новое. За этим всегда следует ваше приобретение. Будь то опыт, или будь то благополучие и успех в делах. Всегда вы что-то поимеете. Чтобы вы новое не начинали. Всего доброго.